А вот дела простые. Если человек верит в Бога и поступает по его закону, то дела его идут к небу. А если человек без закона, не знает Бога, то дела его идут вниз, и после смерти ждет его вечное мучение в огне. Вот так дела. А мы православные христиане. У вас что-то там близко микрофон или что? Нет, вы куда-то ушли. Иисус Акбар, вы скрылись. Аллах Един, скажи, Аллах Един. Только Единый Аллах есть. Единый, Единый Аллах. Христос Единый и есть. Он умер за нас, Христос. Он умер и воскрес. Это не Христос, Аллах Един. Его никто не видел и не видит. Ну да, никто не видел. Сатана распял и не видел. Кричали, садись в крестах. Видел? Это детский лепет. Но это уже ожесточение. Это уже ожесточение. Ожесточение сердца. Против дару его на спасение. Он не умер. Не умер. 600 лет был умер, а вдруг появились не умер. А сначала говорили, украли. Это сатана все... Кто сказал, украл? Кто сказал? Ты Коран читать умеешь? Естественно. Считал не один раз. А ты сколько раз Библию прочитал? Я ни разу не читал. Ну ни разу. Ну и все. Твои знания никакие не будешь считать. Я мусульман, я верю только Аллаха. Тебе сатана заблокировал мозги-то? У него начала нету и конца нету. Нету начала, конца. Ему так и говорим. Одинаково. Он создал нас. Он создал нас. Господь Спаситель Христос. Второе лицо Троицы. Создал нас. Какой Спаситель? Какой Спаситель? Сатана кричал, сойди с креста. Это он тоже самый кричит сейчас. Это дьявол кричит, что не умер. Как можно отрицать спасение, даруемое даром? Пророк Исаия за 700 лет предсказал. Будет изъязан за грехи наши. Ранами его мы исцелились. 700 лет назад. Это все исполнилось. Как отрицать, когда даром дает спасение? А мне не надо, я не хочу. Это бесноватые только могут так делать. Христос даром дал спасение. Он умер за нас, воскрес. И придет судить мир. Так, вы на машине? Вам мешает разговор, наверное? Всего хорошего пока. С Богом. Я вам засвидетельствовал. И прах отрицаю. Да я не просто считаю. Я целая книга написана. Лучше будет. Так, все пока. Пока все. Давай, не беснуйся. Не беснуйся пока. Иди обратись. Сходи на исповедь, священнику. Нет, я пришел с дарами, с великими. Старый. Ты молодой? Слушай, молодой, тогда не спорь. Иисус Христос сошел на землю. Умер за грехи людей. И ждет с покаянием. Чтоб стали жить по-другому. Ну, за все свои грехи отвечать. Ну. Вот скажи. Что? Считал? Ты Библию-то хоть раз прочитал, нет? Нет. Ну вот старый, старый. Давай кричать, старый. Ну и что, что старый? Старый. Да, хорош Библию мне показывать. Ну, а тебе что показывать надо? И Коран и нам, и... А что тебе надо? Голых баб-то, Бун? А больше... А тут половина мужики голые валяются. И процентов в 90... Я перехрючаю, старый. Процентов в 90 мусульмане. Тут самое блудное все собралось. Ну, я в эту категорию не отношусь. Ну, а хорошо, хоть трезвый. А то все, сейчас будете пить воду, хлюпать. Нет, нет, старый, ты что, брат? Старый. Вы зайдите на наши богатые ресурсы. Там все есть, ответ. О, нет. Давай это. Я сам найду где-то ответ. А что ты найдешь-то, кроме помойки? Содом и Гаморра он найдет. Видно, что ты не спастился. Что ты такой? Я не спасусь? Не спастился? У тебя вот уже. Скоро в вепку не войдешь, говорит, сюда. Ты маленько-то за собой посмотри. Такому, конечно, надо четыре жены. А ты маленько постом до молитвы себя сожми. Вот эти четыре надо. Я думал, с одной справлюсь. Ничего справишься. Надо четыре? Тебя дух блуда будет все время разжигать. Только не матерись, смотри. Я не ругаюсь. Да. Я, ну, стараюсь не ругаться. Ну, стараюсь. Все равно, все равно броскакивает иногда, но я все равно. И даже кто ругается, я пытаюсь это. Знаете что, у вас такой вид, как будто вы с похмелья, с Будуна приехали. Нет, я сейчас еще пью. Ну, вот и пьешь. Поэтому молчи. Слушай, когда говорят старшие. А я тебя слушаю, Борис. Вот слушай. Когда протрезвишься, зайди на наши ресурсы. Во свете Библии, Игнатий Лаптеров. Я не буду доходить на ваши ресурсы, потому что это все, это... Ясно. Все, я вам сказал, Иисус умер за нас. Есть один Бог, и я в Него верю. Ну, и верь. И Он не требует меня, не заходить на какие ресурсы, ничто. Так, написано. Слушай внимательно. Подожди маленько. Подожди маленько. Бесы тоже веруют и трепещут. Все, пока. Что-то как с похмелья выглядишь-то. Даже глаза не смотрят. Ну, ладно, время не будем занимать. Покайся, сходи в храм Божий и начни жить по-другому. Не ищи тут голых баб. Разделся, смотри, какой молодец. Живи для Бога. Найди такую книгу. Найди такую книгу и почитай. Успокойся. Разжег себя, смотри. Сейчас пить начнет. У меня есть... Все, пока. Все, пока. До свидания. Подождите минутку. Давайте я процитирую. Только договоримся, чтобы никто не ругался. Нет, ну что. Иначе вам стыдно будет завтра перед всем миром. И принесу им мщение наказаниями яростными. Не знают они. Так, давай. Я как суть Бог. Давай, цитирую. Я же только что поцитировал. Так, еще повтори. И принесу им мщение наказаниями яростными. И узнают они, что я Господь Бог. Ну и что? Иезекииль. Глава 25, стих 17. 25, Иезекииль 17. Иезекииль 17. Ну и... Так, и давай еще дальше. Что касается вас, души вашей? Я атеист. Не особо. Вам это ничего не дает. Это пустой барабан звучит. Иисус умер за грехи людей и будет судить мир. Он воскрес за наше беззаконие, чтобы спасти. Ну не верить атеист. Атеист это что? Веришь в дырку от бублика? Нет. А во что? В себя верю. В себя верю. А ты себе ума не дашь. Какой вчера был и сегодня с Будуна пришел. Глаза не открываются. Но ведь Бог-то создал нас по образу и подобию. А если я верю в себя? Ну а если веришь в себя, ты значит что? Совершенно даже дурнее дурного. Совсем не верит? Это объяснимо. А то я верю в себя. А вам завтра будет стыдно. Понимаете что? Человек это слишком слабое создание, чтобы верить в себя. И при том стареет. Он завтра уже рухлеть будет. А вы в Иисус Христа только верите? А вы в Аллаха не верите? А вы верите? Нет, вот он верит. Вот смотри. Вот смотри. Вот, да. Чтобы говорить, надо знать. Прежде чем разговаривать. Нет, вот у вас человек, он мусульманин. Прекрасно. У нас мусульмане всегда были в друзьях. Нет, не так. Мусульманы относятся что-то к атеистам, что к неверующим, так сказать, в Аллахе. Так, слушай, мужик, внимательно. Внимательно, ты еще... Подожди. Не трепещи языком. Ты не знаешь, с кем разговариваешь, в первую очередь. Ты слишком молод, чтобы меня учить. А вы кто? Я кто? Православный проповедник. Игнатий Тихонович Лапкин. У меня вышло... У меня... Слушай внимательно. Мне пришлось вести занятия одновременно в пяти университетах, тринадцать школ, все отделы милиции. И у меня вышло тридцать восемь томов книг. И один том посвящен Корану, разбирая его по сурам и аятам в сравнении с Библией. И нам пришлось проехать из Барнаула до Владивостока. Я решил подарить библиотеке мира книги. А потом доехали до Лиссабона. Все государства Европы, Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. И мы в дороге встречались везде с мусульманами. В Баку ночевали в доме у Муллы. Я скажу, это люди высокообразованные. Булла на шести языках разговаривает. А жена у него, она консерватория, высшее образование на четырех языках. И мы везде, в шести мусульманских республиках, мои книги находятся. И мы встречались с ними. И вот библиотекарь, мужчина, мы заходим в город Каспийск. И вот так стрелкой написано, комната для намаза. Мы говорим, а можно зайти помолиться? Вопросов нет. Он позвонил, нам открыли. Мы разулись, зашли. И мы кланились, молились, просили мира Дагестану. А с кого вы в чат-уалетке делаете? Я говорю, везде, где мы молились. А рядом работают мусульмане. Здесь-то в чат-уалетке вы чем занимаетесь? Вы ничего не будете слышать. Слушай внимательно. Где мы молились, мы пришли сюда возвестить людям великую радость, которую Господь дарует нам. Он умер за наши грехи Иисус Христос. И даром дарует спасение. И воскрес для нашего оправдания. Кто не будет веровать, осужден будет. А кто будет веровать, креститься, будет спасен. Евангелие от Марка, 16 глава. И поэтому надо, самое главное, получить рождение свыше и быть Вадимом Духом Святым. Вся жизнь преображается. Не Путин будет виноват, а ты в себе это будешь видеть. А вы где живете? Хороший вопрос. Я нахожусь в городе Барнаула, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Данных довольно? Да, нормально. Нормально. Вы лучше, лучше, дорогой мой. Запишите два слова, и вы будете благословлять этот день, что мы встретились. Два слова запомните. Я дам ключ к нашим сокровищам. Запишите. Запишите, я говорю, вы забудете их. Это необычные слова. Сейчас, минуту. Вы что взяли в руки? Бумагу, карандаш? Телефон. Телефон сейчас запишут. Запиши. Игнатий Лапкин. Это я. А можно где-то... Сейчас, подождите, запишите. Я дам вам данные, как потом найти. Вы будете искать, но не найдете. Потому что сейчас выключат там товарищ вам. Вы же как огня боитесь о Христе разговор. Игнатий Лапкин. И теперь, если вы зарядите канал, во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы зайдете на наш канал. Это ключ. Канал непростой. Во всем интернете этого нет нигде. У нас 17 800 роликов наших. Нифига себе. Мы строим православную деревню. Ну, там у меня небольшая посещаемость. 43 миллиона. Вы найдете там все. А если зарядите через Google сайт, во свете Библии, одинаковый. Игнатий Лапкин. Вы зайдете на наш сайт. И мурамных нет в интернете нигде. Там 50 книг, моим голосом насчитанное. Сколько? 50 книг. Библия. Златоуз. Архипелаг ГУЛАГ. Я брал интервью репрессированных, и власть отреагировала по-своему. Я пять тюрем прошел за это. Лагерь смерти. А на войне, да, участвовал? Да нет. На войне я не был. Война была, мне было два года. С 39-го года. Я говорю о том, что сегодня Господь дает жизнь во Христе. Ее ни с чем нельзя сравнить. Вот спрашивают, а какая цель жизни? А во что верить? Серафима Саровска был друг Матавелла, Александр Николаевич. И он говорит, никто не ответил, а Серафим ответил. Серафим Саровский. Коротко. Стижание Духа Святого. Три слова. Понимаете? Надо все так отгранить, чтобы блистало всеми цветами. Вот мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. С нуля получили землю, статус. А у нас в стране 30 тысяч сел погибло. У нас выступает депутат Нина Данилова от законодательного собрания КПРФ. И она говорит, это не табличка на дороге исчезла, не на карте стерлась. Это земля уходит другим народам. Китай там сколько миллионов до Байкала? Что здесь в Москве? Когда намаз совершали, миллион двести тысяч мусульман склонились одновременно. У них на среднем на семью попадает 8,1 ребенка. У русских 1,8. Разводов 86,5%. Страна разваливается и ничего не видит. А как сохранить? Практически как. Вот мы начинаем. Я проповедую среди заключенных, имею опыт, даром. Одновременно занятия в шести университетах веду. В пяти. Тринадцать школ. Все отделы милиции охвачены. Все воинские части. Три радиопрограммы в неделю веду. Это в Барнауле? Да. А в Пятигорске не бывали? Как? В Пятигорске не бывали? В Пятигорске были. Дело в том, что у меня вышло из печати 38 томов книг. И мы решили, Господь положил на сердце, подарить библиотеки бедные. Мы из Барнаула доехали до Владивостока, порт Находка. Потом забросили контейнером книги границы. Паспорта получили. Дошли до Лиссабона, Атлантика. Все государства Европы, как Челнок прошли. Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. 650 остановок выступлений. Сделали подарок на 35 миллионов. Не имея ничего. Это Бог делает. Человеку это не под силу. Это невозможно выполнить. Я делюсь с вами. Почему? Потому что вы живой человек, не раздетый. И глаза трезвые. А это тут редкость. Содом и Гамор раздет. Здесь самое блудное, самое страшное собралось. Весь гной. Стек. И вы запомните, Игнатий Лапкин. По скайпу вы меня сразу найдете. По скайпу. Я один на весь интернет с этой фамилией и именем. Я покажу сайт, какой форум. Мейл.ру. Это небольшая. У нас там 24 тысячи наших фотографий. Наших. Я начальник детского лагеря. Сам его образовал. По милости Божией. 48 лет практически. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. Вот вопрос. Его надо решать. Преступников много. Я иду в тюрьму, работаю. Бесплатно. Я нигде не получаю ни рубля. 18 лет сотрудничаю. Люди на ноги становятся. Следователь у меня обратился, который вел дело мое. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Давайте каждый делать что-то. А не просто Путин виноват. Путин за свои дела ответит. А мы за свои. Откроем сердце. Видеть нуждающихся. Конкретно. Вот вопрос стоит. Евреи все захватили. Евреям принадлежит все богатство страны. Работала советская власть 72 года на евреев на Америку. Не спорю. Бороться надо. Надо бороться с ними. Как? А вот тут ты не знаешь. Я скажу любовью. Показать им, что со Христом лучше, чем без Христа. Ко мне привезли еврея одного чистопородного. Наум Израилевич. Родители в Израиле. Показать. Он там работает гидом. Три часа побыли вместе. Он ушел от меня православным. Сейчас православный священник. Пусть через каждого священника один еврей станет православным. И все кончилось. А то вот мусульмане, мусульмане. Везде головы режут. А у нас приезжают, крещение принимают мусульмане. Мусульмане? Какие они добрые. Какие они внимательные. Как говорит Андрей Кураев. Религиозно талантливые люди. Вот мы в путешествии были. Ночевали в доме Мулы в Баку. У нас очень хорошее отношение с ними. И это все благодаря Библии. Благодаря Христу, который умер за нас. Я в 23 года Библию получил только. Мать сказала, мы из старообрядческой семьи, без поповцев, что нельзя пить, курить, материться, воровать, лгать, в пионеры вступать. Я это знал. К женщинам не имеет дела, пока не будет законный брак. И меня Бог от всего сохранил. В 81-й год. У меня две голубятни, я туда-сюда лажу, на велосипеде гоняю. И тебя у вас есть, да, уже это все там? Вот вы, когда зайдете на наши ресурсы, и вы будете благословлять этот день. 1 декабря 2019 года. Я там на нашем... 1 декабря же, да? На нашем сайте я отвечаю на 4124 вопроса студентам. Таких ответов нигде больше нету. Я отвечаю на один вопрос. Вот студент встает, вопрос задает, у меня бумажки идут. Я отвечаю, что? Не, он ко мне не обратился. Он к Богу обращается. Я говорю, вы забудьте меня. А через меня он вам ответит. Я отвечаю, что об этом говорит Библия. В Библии здесь, вот в одном переплете, 77 книг. Больших и маленьких. Второе, что об этом говорит толкование Библии? Толкование – это патрология менее, 300 томов. Что об этом говорят книга правил, каноны, параграфы, которыми живем 719? И что говорят жития святых? Это 1173 биографии. И что говорят 300 поэтов России за 300 лет? Это 20 тысяч файлов. Вы когда зайдете, и вы поймете, вам больше ничего не надо в интернете будет. Чтобы по одному часу тратить на мой ресурс, вам нужно ровно 13 лет. Вот так. Как звать-то вас? Я Кирилл. Как? Кирилл, Кирилл. Кирилл. Так, минуточку. Что-то я запутался. Я календарь посмотрю сейчас. Кирилл. Вот она. У меня племянник Кирилл. Так. Буква И много захватила. Сейчас я скажу. Кирилл. ЛМН. Кирилл. А, это персидское имя. Не греческое, не латинское. Персидское означает солнце. Да? Да, будь как солнце. Всегда будь трезвый. Не будь подкаблучником. Отпусти бороду, не трожь ее. Ты мужчина, зачем в доме две мамы? Так, Кирилл, давай. Берись за ум. И как только вопросы, какие накопятся, по скайпу. Заходи, Игнатий Лапкин. А, хорошо. И скажешь, мы говорили в такой-то день, чтобы я маленько припомнил, потому что у меня 43 тысячи подписчиков. Ага. Ну так, солнышко мое утреннее. До свидания. Да, до свидания. Никогда не ругайтесь. Не поганьте язык. Утреннее.